Добро пожаловать! На вторую часть нашего праздничного концерта. Усаживайтесь в полгубь, никто еще не сел. Еще раз всех с праздником. И тебя с праздником, Данюша, и тебя. А что так, почему-то такая грустная? Ой, даже не спрашиваю. Что случилось? Расскажи, пожалуйста. Понимаешь, это все из моего ребенка. Вот взяла фрукты, непредложенные, съела. Я ее ругаю, а она мне, знаешь, что говорит? Она мне говорит, мама, а я иду по стопам Господа Чайтаньи. Он говорит, тоже когда был маленьким, ел непредложенные фрукты. Ну что ты тут скажешь? А ты знаешь, я могу сказать, что Господь Чайтаньи тоже был еще тем шалуром в детстве. Я сейчас вспомнила одну замечательную историю о Нимае и его матери Шачимате. Хочешь, расскажу? Конечно. Ну тогда слушай. Как-то Шачимате вместе с деревенскими женщинами собралась совершить шашский фуджо поклонение деревенскому божеству под баньяновым деревом. Держа у плеча под нос со сладостями, Шачимата прикрыла его от пыли из нуля концом своего стария и вышла на дорогу. Лишь он в бары, игравши неподалеку, увидел мать и побежал посмотреть, что она несет. Мама, что ты несешь? А ну-ка, покажи мне. Мы подготовили подражение, что ты почти не поменял шашку. Ты пока поиграй здесь, а когда вернусь, я дам тебе садежь и подарок. Мама, мама, я уже говорил тебе, что сейчас причиняюсь мне величайшие искраждания. Мне свело мой живот от невыносимого голода. Боже мой, что ты делаешь, неугомонный мальчишка? Ну когда же ты научишься почитать глубоко? Да ты сын Брамана. А такой непослушный. Мне легче расстаться с жизнью, чем видеться таким ледомым. Пойми, мама, я один с ней вольфболе. И нет никого равного мне. В моей непроявленной форме пронится на вся вселенная. И все существа находятся во мне, но я не у них. Как поливая корень дерева, можно напоить его ветви и листья. Как отправлять вечную голода. Можно удовлетворить чувства и подержать сейчас и тело. Как просто поклоняюсь Верховной Личности Бога. Можно удовлетворить слову богов, которые являются вручными частями Верховной Личности Бога. Там уже, наверное, все женщины собрались для поклонения богине Шашки. Мой немай, упрямый и непослушный. О, Шашки, пожалуйста, прости его. На самом деле, этот мальчик, ты послала мне этого мальчика благодаря... Это просто мое величайшее сокровище. Ты милостиво послала его мне. Но на самом деле, прошу тебя, прости его. Ведь на самом деле, этот мальчик принадлежит тебе, о Шашки. В знак величайшего смирения и мольбы Шачимата зажала в зубах пучок соломы и упала в ноги перед старшими женщинами. Пожалуйста, благословите моего немая. Он такой неугомонный. Пусть он успокоится и станет послушным. Пожалуйста, благословите моего немая, чтобы он жил долго и счастливо. Закончим Шашки и Пуджу, Шачимата вместе снимаем «Вернулась домой». Рассказывая мужу эту историю во всех подробностях, она уже нисколько не сомневалась в том, что их сын — верховная личность Бога. Какая замечательная лила! Да, замечательная лила. Ты знаешь, мне тоже так хочется оказаться в какой-нибудь лиле Господа, вот тогда бы я точно испытала, получила бы Кришна право. Ты хочешь оказаться в лиле Господа? Конечно, как тоже не хочешь. Так нет, ничего проще. Как? Расскажи, что ты мешала? Ну как, ты разве ничего не слышала? Нет. А чего? Есть такой аппарат, который тебя может принести прямо в лилы Господа. На кнопочку нажимаешь, сразу раз — и лила Господа. Называется лилафон. Лилафон? Да, лилафон. И вот, смотри, лилы — китайские преданцы. Да. И даже призвали к нам в храм один экземпляр для тестирования. И представляешь, пока мы его тестировали, исчез один преданный. Он, наверное, уже точно в какой-то лиле Господа. Наверняка. Может быть, даже в той, которую я хочу тебе рассказать. Какую? Эта лила называется «История о Господничьей танке и воре». Хотите послушать? Да. Тогда слушайте. Шириквишна Чайтанья был зачинателем движения Нагора Санкиртана, уличного пения Баджина, в процессе. Он погружался в созерцание Бога, воспевая Его славу и забывая о внешнем мире. Однажды он проводил Нагора Санкиртан в Новодвипе. К процессе поющей Баджины присоединились и знатные чины из городских властей. Шествуя по улицам, они в экстазе славили Господа. К их группе примкнул карманный порог. Я надеюсь, сегодня не выпадет отличная возможность обчистить карманы богатеньких вайшнавов, увлеченных своим пением и танцами. Но есть одно но. Эти вайшнавы очень проницательные люди. И задача номер один, чтобы они меня не вычислили. Поэтому сливаемся с толпой и делаем то же, что и все. Академия 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 Продолжение следует... 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 Хорошо. Я дам тебе одну священную мантру, но с одним условием. Прежде чем идти на кражу, ты должен будешь повторить ее сто восемь раз. Что восемь раз? Правильно? Я понял. Можешь? Я понял. Спасибо, свамече. В один из ближайших дней многие богатые домовладельцы закрыли свои дома и пошли на даршу Шрикришны Чайтаньи. Вор решил воспользоваться случаем и проникнуть в один из домов. Он выбрал особняк самого богатого человека в городе, залез в него и проник в комнату, где хранился ларец с драгоценностями. Ох, сколько тут золота и драгочинных камней. Ах, очень. Очень. Очень хорошая. Что? Шрикришна, я мне сказал повторять священную мантру перед тем, как я пойду воровать. А я уже ворую. Нехорошо. Нет, нет. Я ее повторю прямо сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас. Субтитры делал DimaTorzok Он не дошел до середины, как в дом вернулся хозяин со всей семьей, женой и детьми. Ах, какой славный был день сегодня. Как хорошо. Новые украшения. Ну, кажется, уже стемнело. Пора укладывать детей в спать. Поставить мантру какую-то. Наверное, он, великий мудрец, пришедший сюда, чтобы благословить нас. Надо позвать мужа. Рагуш! Рагуш! Кто это? Кто это? Не знаю, мы повторять какую-то мантру. Мантру? Мантру. Манта мы боговатей васудевы. Манта мы боговатей васудевы. Манта мы боговатей васудевы. Мантра. Это же мантра почтения верховному господу. Васудевы. Это, видимо, какой-то святой Подобный Господу Чайтани Не будем ему мешать Сядем у его стол И будем очищаться Слушаем, как он повторял Зови скорее детей, пусть они тоже очищаются Кормилицу Не кормилицу зови И пусть они все очищаются Кормилица На море и пить Минуточку Кормилица Что вы хотели? Я готовила еду, госпожа Кормилица Женщины Стоять Стоять Да? Да? Что вы поучите? Непродолжение Да? Стоять Видишь? Мастер погружен в медитацию О, наверное, я цвету! Слушает, госпожа! Сто восемь раз Прабу, позвольте нам узнать, кто вы И можно ли пригласить вас на трапезу За бы почтить с нами просад Во искупление всех наших грехов Если простое воспевание святых имен Господа Может внушить этим людям такое уважение ко мне То что будет, если я буду весь день Со всей искренностью воспевать его святое имя Вот тогда-то я действительно заслужу его милость Надо бросить воровать Плохое это ремесло О, мать! О, мать! Разреши мне открыть тебе правду На самом деле Я вор И всегда им был Пожалуйста Разрешите мне уйти в лес И окончить там свою никчемную жизнь В общении и молитвах с Богом Как вор? Как это возможно? Но вы же повторяете священную мантру Да, я ее повторял Потому что эту мантру Мне отдал сам Шри Чайтанья И велел мне ее повторять Всями разными тем, как я пойду воровать И я повторял ее И я почувствовал отвращение к воровству Я больше не хочу, воровать Я хочу воспринимать святое имя Господа Это так неожиданно Неожиданно Но мы так рады за вас Это, конечно, неожиданно И удивительно Потому что по милости Господа Даже карманный вор Может стать святым Ибо милость его неисчерпаема И проливается даже на самых падших Прабул, прошу вас Оставайтесь сегодня ночевать у нас В доме, как гости Наутро весть об этом событии Быстро разнеслась повсюду И люди со всей округи пришли Чтобы посмотреть на бывшего вора Они пронесли его в Паланкине по городу А потом оставили его в лесу Где он хотел придаться Аскезе Позднее он еще раз пришел К Шричи и Тане Махапрабу И получил его благословение На то, чтобы стать настоящим святым Академия Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»